Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Как инженеру-конструктору компьютеров и микросхем, в составе большой группы специалистов мне довелось участвовать в разработке одного проекта в городе Фениксе, штат Аризона. Параллельные работы над этим проектом проходили и в других штатах. Мы проводили эксперименты над одной парализованной женщиной, в спинном мозге которой было подшито несколько микросхем с радиосигналами. До этого она была неподвижна, так как все функции ее организма были нарушены. После нашего вмешательства у нее начали двигаться руки и ноги, но только с помощью компьютерных манипуляций мышцы стали управляемой. Сама она не контролировала процесс. Мы продолжали работать над усовершенствованием микросхем и сумели добиться контроля над поведением женщины. Очень интересно, не правда ли? Но продолжим. Далее Сандерсон продолжает описание своей работы. Должен заметить, что я не медик, а инженер, и в мою задачу входило создание микросхем, а не влияние на ее организм. Этим занимались другие. Мы проводили опыты и на заключенных. Постепенно микросхема становилась плоской, готовой для имплантации, то есть для введения в организм. Но нам нужно было создать очень маленький микроскопический чип, который помещался бы в эпидемиологическую иглу, что мы в результате и сделали, превратив чип в предмет, напоминающий рисовое зерно. Испытания этого чипа проводили в городах Сакраменто и Лос-Анджелес, штат Калифорния, на многих животных. Миллионы долларов были израсходованы для того, чтобы определить точку тела, куда нужно имплантировать микросхему, состоящую из 250 тысяч элементов. Нам предстояло решить проблему подзарядки, для которой необходимо изменение температуры организма, так называемую биологическую батарею. Нужно было найти такое место на теле человека, где бы температура быстро менялась. Были установлены два таких места – лоб и правая рука человека. Над проектом работало множество людей, и они не были посвящены в его конечную цель. Часто не знали, чем занимаются другие. Я работал над ресурсом батареи, то есть зарядкой и подзарядкой питания микросхемой. В то время я получил от Бога предупреждение и начал исследовать священное писание. Я прочел эти строки. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чего их. Процессы работы над проектом просматривала всего цель – пометить всех людей, живущих на планете. Однажды ко мне подошел государственный чиновник и сказал, чтобы информацию о том, что чип готов, я держал при себе. В детских учреждениях Флориды уже сейчас есть дети, которым введены эти чипы. Разработанные в последние годы новые типы биочипов, помимо медицинских идентификационных функций, могут выполнять и другие, вплоть до изменения поведения имплантированных людей и контроля над их эмоциями, через повышение или уменьшение выработки определенных гормонов. Так, увеличивая выработку адреналина и норадреналина, гормонов, агрессии, биочипы помогут, например, солдатам достигать состояния полного бесстрашия. Эстрадиол, женский половой гормон, напротив, будет делать мужское население ленивым и инфантильным ко всему. «Братья, вы видите, что эти ребята сверху очень настроены и серьезно? Но продолжим. Смотрите, что далее», — заявил Голл Сандерсон. «Я спросил одного уважаемого доктора из медицинского центра в Боссене, что произойдет, если чип выйдет из строя из-за внешних факторов, таких как магнитное излучение. Он ответил, что организм моментально отреагирует, появятся гнойные раны». «О, вам не кажется, что где-то об этом еще упоминается?» Ну, конечно же, Библия. «Пошел первый ангел, и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вы знаете, я думаю и верю в то, что во всех бедах людей виновны мы сами, и наказание от Бога заключается в том, что мы выбираем не его волю, а свою. То есть дьявольскую ангел, так будет и в этом случае. Люди, которые отдадут себя не Божьему контролю, и не его милости практически предадут свою веру, отдав себя всецелой контролю со стороны системы сатаны. И повторюсь, не важно уже, как вы считаете, является вживление чипа начертанием или нет. Главное, что это станет в любом случае отступничеством, и первую чашу гнева Божьего придется испить до дна. Если этого вам, братья, недостаточно, то позвольте еще кое-что добавить. Константин Цивков, доктор военных наук, вице-президент Академии геополитических проблем. Он рассказывает. Поскольку чип представляет собой пассивный элемент, то возможность получения сигнала от этого чипа, считывание информации с этого чипа, определяется не сколько самим чипом, сколько мощностью облучающего сигнала. Чем мощнее сигнал, облучающий этот чип, тем более узко направлена приемная антенна, тем с более далекого расстояния можно снять информацию с этого чипа. И будучи встроенным в человеческий организм, чип как за счет химического воздействия, так и за счет СВЧ-излучений, тем более, что он не просто как мобильник находится снаружи, тут он уже внутри человеческого тела и напрямую оказывает воздействие на кровь и другие элементы. Воздействуя на этот чип, СВЧ-излучениями достаточной мощности можно добиться того, что этот чип будет генерировать такие сигналы, которые приведут к возникновению вполне конкретных болезней у этого человека, то есть его убить. Кроме того, в случае внешних мощных магнитных излучений, которые реально происходят в наше время, обладатели этих чипов имеют гарантированный шанс заболеть серьезными кожными заболеваниями из разряда обширного псориаза и даже онкологических процессов с обильными поражениями кожи. Собственная работа по нелению чипов сейчас уже ведется активно. Для того, чтобы обеспечить внедрение чипов, нужно создать инфраструктуру. Это главная основа. И, собственно, она создается и в России, и в другой части мира. Она создается в рамках формирования системы поддержки паспортов с чипами. Пока у нас в России это паспорта заграничные. За границей, в Соединенных Штатах Америки, в Англии, в Бразилии уже вводятся паспорта внутренние с чипами. В некоторых организациях, частных организациях, корпорациях, там уже целый ряд сотрудников не принимаются на работу, если не соглашаются принять себе под кожу какой-то чип. После того, как будет создана соответствующая инфраструктура, после того, как будут накоплены необходимые банки данных, будут проведены чипизации людей. Буквально чип будет шевелаться под кожу. Немного о чипах. Чип, который вставляется в наши паспорта и который будет в дальнейшем выживаться под кожу, он не является активным элементом. Это пассивный элемент. То есть, для того, чтобы он заработал, дал какой-то отклик, его нужно получить внешним сигналом. И в зависимости от того, какой этот сигнал мы дадим на этот чип, такой будет и отклик. Если мы дадим один сигнал, то мы получим координаты этого человека, его паспортные данные, радужку глаза, отпечатки пальца, то есть биометрические данные. И тогда мы можем четко определить, что он, где он находится, скажем, с использованием спутниковых систем. Если мы дадим какой-то другой форме сигнал, то отрезонировавший этот чип может вызвать определенное психологическое состояние человека. Я думаю, что не является тайной для людей существование так называемых психотронных видов оружия, когда облучая человека определенным излучением, у человека начинает меняться психология настроения. Либо это беспричинная радость, либо, наоборот, угнетенность, угнетенное состояние. Либо его это побуждает обучение к каким-то действиям. Эти вещи широко известны. Вот чип сможет адресно управлять, посредством чипа можно адресно управлять настроениями отдельных людей. И, наконец, третий вариант. Пославший определенный сигнал и действуя на человека этим сигналом через чип в течение длительного времени, может добиться гибели этого человека путем инициирования за счет этого облучения гибельный дарнизма человекопроцессов. Это тоже является одним из элементов психотронного оружия. Поэтому использование чипов крайне опасное явление. И, по сути дела, чипование населения будет основным инструментом удержания нового господства транснациональной элитой. Славочка сказал, что насильно будут чипировать. Будет стоять каталажка, будут смотреть, едут в машине, сколько человек, все или нет чипированные. Если кто-то не чипированный, останавливает гаишник или войска, ну вот эти бригады, останавливают машину, зачипируют и езжай себе дальше. Поэтому христиане на дорогах ни ходить, ни ездить не будут. Поэтому подальше от федеральных трасс христианину нужно уходить. И вот знаете, даже вот эти эшелоны, да, вот говорят, двинется первый эшелон, ты цепляйся за колеса и типа едь, да, убегай. Но это же все равно образно сказано. Вот представьте себе, эшелон, он двинулся, за какие колеса ты к нему прицепишься-то? Значит, это надо понимать образно. Вот двинулись эшелоны уже, люди разъезжаются уже кто в деревню, кто к своим родственникам. Они уже поняли, как в народе говорят, что пахнет керосином, да? И вот разъезжаются. Поэтому, конечно, люди будут уходить, храмы будут пустовать. И вообще, есть диск, где я сама с изумлением услышала, что Славочка сказал, что почти все храмы будут заняты Антихристом. И в чем людей обвинять? Люди душой своей чувствуют, что что-то не так. И разбегаются, разъезжаются, пошли уже эшелоны. А те, кто там что-то думает, ехать, не ехать, бросать, не бросать, вот им и совет, хватайтесь за колеса. Ну, можно понимать и так, берите пример. Ну, какие эшелоны, кто их будет грузить? И насчет вот этого хлеба крест, выбор вот такой стоит, что вот типа я вот выберу, чипировать меня будут или не будут чипировать. А кто ННН выбирал или не выбирал? Кто спрашивал? Одни кричат, мы благословляем, берите, да? А правительство их насильно выдает. То говорили вначале бизнесменам, а сейчас уже и у младенцев, у всех эти ННН. Значит, это что, ложь? Точно так же будет и с чипами. Они уже готовы. Кто-то их просит, эти чипы? Никто ничего не просит. А они уже готовы, в новостях показали. Несколько ящичков металлических, плоскеньких, на всю страну стоят чипы на каждого человечка. Вот, может, даже и с запасом. Вдруг кто родится, сразу раз, и чип. Вот такая вот, не будет никакого выбора. Могут сказать, что вот это вот, я там что-то придумала насчет вот этих чипов, что кто-то там говорит, а я вот взяла на вооружение вот это все. Это неправда. Я про эти чипы рассказываю больше 20 лет людям. И говорю то, что говорил Отрак. Что чипированный человек, это очень страшно. Это не человек. Это совершенно управляемый через компьютер вот тело. Поэтому о душе тут говорить нечего. И поэтому сейчас, насколько вот я прочитала, в журнале хвалятся, что там 3 миллиона чипов получили, там 350 тысяч подготовили. Да я так поняла, на всю Россию подготовили эти чипы. На всю, на каждого новорожденного. Теперь нам всем предлагают, чтобы мы это приняли. А мне не надо. А зачем? Ну вот они говорят, ради спасения. Ну завалила меня, ну попала я под завал. И что, они поспешат прямо, вертолет пригонят, чтобы меня что ли вытащить? Да еще вдобавок Славочка сказал, что те, кто получит вот эти микрочипы, вот, а потом они обязательно все получат печать, они помереть-то не смогут. И в то же время сказал христиан, никто Бога не предаст. Они тоже никто, говорит, не помрет ни от голода, ничего. Просто потерпят вот эти лишения, тяготы, гонения. Ну, наверное, стоит потерпеть. Поэтому Бог судья всему этому. Я говорю то, что слышала от Славы. Совершенно не заинтересованный человек. Ни в политике, нигде. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем.